Восьмой раз в город над Бугом съехались юные бейсболисты из России, Украины, Литвы и Беларуси. На одном из лучших бейсбольных стадионов страны свое мастерство показывают спортсмены в возрастной группе до 12 лет. Почти 150 юных бейсболистов будут бороться за главный трофей турнира – кубок, учрежденный Брестским городским исполнительным комитетом. Для города Бреста это очень значимое событие, потому что город Брест является спортивной столицей. У нас в городе Бресте множество спортивных объектов и сегодняшний восьмой международный турнир на кубок мэра, можно его так назвать, это на кубок Бреста, говорит о том, что в нашем городе проводится множество различных соревнований, в том числе и по бейсболу. Поэтому я хочу пожелать ребятам, прежде всего, конечно, пусть победит сильнейший, не буду скрывать, конечно же, болею за нашу же команду, за Брестскую команду, которая, в принципе, выступает всегда на высоких уровнях, на высоких достижениях. Поэтому победы, ну а судьям хочу пожелать, чтобы именно была справедливость, зрителям, конечно, зрелище. Кубок Бреста считается одним из самых крупных соревнований по бейсболу на постсоветском пространстве. Инициатором его проведения стал бейсбольно-софтбольный клуб «Брестские зубры». Поэтому многие юные спортсмены с удовольствием принимают в нем участие. Здесь ребята получают опыт и игровую практику. Среди постоянных участников московская команда «Северные звезды». У нас сплав молодости и опыта, так скажем. У нас есть и сборники там в команде, есть и новые, молодые, 9-го года дальше, ребят. Вот хотел бы посмотреть, на что способны. Пока, к сожалению, не удалось показать ничего. Будем надеяться, завтра, послезавтра еще получится. Уровень растет с каждым годом тут, очевидно. Потому что ребята хорошие, тут кандидаты в сборную своих стран. Поэтому интересно, с каждым годом интереснее становится. С каждым годом меняется и число участников. В этом году на турнире дебютирует команда «Сокол» из Краснодарского края. Этот клуб единственный, где наравне с мальчиками выступают и девочки. Мальчики нас не обижают, скорее мы их, но мы ведемся, как одна команда, одинаково ко всем относимся. И стараемся быть наравне. Соперники были сильные, конечно. Ну, нормальная игра прошла. Праздник спорта в Бресте продолжается. На бейсбольном стадионе можно поболеть за брещан и поддержать любимые команды. Имена же победителей и призеров турнира станут известны в воскресенье 30 сентября. Ирина Дальшова, Андрей Щерб, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.